Форм воздействия на человека множество. Человек настолько морально неустойчив и психологически подверженный атакам, что само же оно человечество и разрабатывает методы психологического воздействия для того, чтобы подчинить себе людей, управлять людьми через психологические воздействия. А к этому психологическому воздействию можно отнести множество примеров. Но, друзья, мы сегодня имеем все то же самое. Мы снова подходим к каким-то непонятным войнам и снова у нас возникают такие же психологические давления со стороны государственной власти, со стороны также и других стран, которые окружают нас, с тем, чтобы повлиять на психологию населения. Разрушительно. Но ведь населению что нужно? Только жить на своей земле спокойно. На самом деле, друзья, абсолютно не важно. Не поддавайтесь панике и давлению психологическому. Не важно, кто тобой управляет. Мы с вами находимся сейчас под самой жесткой системой управления, той системой, против которой надо было противостоять еще очень давно. Однако же, мы не смогли противостоять тогда, когда это нужно было. И сегодня мы имеем жесточайший, хотела сказать слово, не буду его говорить, но по отношению к населению, да, друзья, сегодня это происходит по отношению к населению. Или вот еще один метод воздействия, это психологическое воздействие военными средствами. Ракеты, ядерные чемоданчики, всякие атомные бомбы, друзья. Но поверьте, это все только для народа. Наверху эти все правители дружили. Вот когда знаешь вот эту основную цель, то понимаешь, что не надо ни против кого вообще бороться. Нет войн, нет Родины. Мы живем на той земле, где мы живем. И зачем участвовать в какой-то войне, когда на своей земле вы совершенно спокойно можете остаться. Что произошло у нас во Вторую мировую войну? Уничтожили все население якобы под лозунгами, что нужно бороться с противником. Противника, которого Советский Союз снабжал деньгами, пушками, металлом, снабжал Советский Союз. А потом этот противник в нужное время по договоренностям пошел и на Советский Союз, чтобы как раз освободить от ненужного народа населения. Много развелось народа, нужно его, скажем, почистить. Это происходит и сейчас. Понимаете, мы с вами верим в то, что сейчас народное население подвергается зачисткам. Но мы не хотим верить, что во время Второй мировой войны было то же самое. Почему? Потому что у нас с вами сформировали догмы, догмы патриотизма, догмы врага, которого обозначил Сталин. Но Сталин сам, когда Гитлер бомбил Киев, Сталин уехал на Кунцевскую дачу и там прятался трое суток, чтобы не отдавать никаких приказов. Киев бомбили, нам объявили, что началась война, а Сталин на Кунцевской даче сидел и прятался. Этот факт историки не осудили. Этот факт нигде не обозначен. То есть он есть документально, якобы задокументирован, но об этом предпочитают не говорить. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok